здравствуйте здравствуйте такой маленький на маленький трип совсем маленький чисто по делам потому что сейчас покажу сверху мои завины будет нет деревья закрывают нет не видно камере сказали будет 30 градусов тепла сейчас вот здесь на нашем спортивном туристе датчик температуры говорит 24 25 принципе он не врет пока ты едешь пока ты едешь все отлично но когда ты стоишь на месте да логично тепло с радиатора с мотора поднимает вверх на датчик где-то датчиком стоит вот и тогда у нас получается температура африканская как в африке как-то так сейчас с чистым визором в пути отмыл всех этих козявки мошки после поездки последние которая тоже будет скоро ну да это будет уже позже видео будет другая скоро не знаю помянул про себя нет в первых видосах из кому интересно это как говорится ну обе много нахожусь пути на абсолютно разном транспорте кто себе только могут представить нормальный водитель или не могут поскольку все таки драйвер ну это английское слово как водитель когда-то это мне давно давно так лет двадцать назад игра на playstation 1 в игру такую называлась тоже сама драйвер и там ты ездил на тачке там таксистом там кого перевозил довозил такой смысл был конечно в первую очередь езда как водителя это как-то мне понравилось и осталось и на протяжении многих лет и драйвер драйвер и она не меняется и то есть когда-то четвертом году сделал покрова категории b потом в седьмом сделал категорию б и последовательно сделал категорию а на мотоцикл полную но поскольку я был очень молодой драйвер для немецкого государства я не мог я не мог в свои 22 года ездить полностью на мопеде я не знаю как в россии как в украине белоруссия спортивный турист такая вещь где у тебя много пластика который песен при ремонте но он очень помогает при боковом ветре при всем остальном движении который идет на при скорости при ветре отлично все это работает такие вот дела как о чем я о том что драйвер сделал право 22 и в 22 им я можно было по нескольким законам двигаться на мотоцикле не 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 легче 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 не легче сто шестидесяти килограмм что такое увлечь да что-то сто шестьдесят килограмм короче веса бы мотоцикла и 34 лошадиные силы то есть если ты купишь 35 лошадиных сил то не пойдет это не твои вот чувак у нас там вызвался ты василий даешь ну и чё это будет и и и и и и и Продолжение следует... Среди новичков вот именно распространенные мопеды, это были вот это вот ER5 Kawasaki, Suzuki GS500. Они выпускались с начала 90-го вплоть до 2002-2003, что ли, если мне память не изменяет. То есть, причем, я когда посмотрел вот Урая, у них там было просто вот маленькие такие оптические изменения. Такого прям, чтобы по технике вообще не было сильных изменений. То есть, да, они там чуть-чуть сделали, что-то обновили, модернизировали в тахометре и все. Но это фигня. То есть, по большому счету, как было два горшка охлажденного, нормального охлаждения. И все, на войну вот этот карбюратор стоял. Все, техника простая, все ремонтируется. Два или три болта откручешь, у тебя бак снимается, а ты уже в воздухах, у тебя здесь, у тебя карбюратор здесь. Вообще отличная техника. Я вот сейчас вот такой смотрел, и на что я наткнулся, кстати, недавно. Хотел бы еще напомнить то, что прошло время. Я когда-то свой ГЭС продал за 800 евро. Это было 2009 год. Да, 800 евро. Проходит 11 лет, но он до сих пор стоит штуку. То есть, даже еще на 200 евриков дороже. Причем, без разницы, там у тебя пробег 50 тысяч километров, 20. Стоит одинаково. То есть, можно взять ГЭС-ку, у которой пробег 50 тысяч, она ухоженная, а у которого 20. То есть, там надо полмопеда поменять. Ну, из-за этого пробег это такая штука, которая большинство людей отпугивает.